Привет. В последние дни я очень много думаю о законе Бумеранга. Ну, вы наверняка знакомы с этой теорией относительно того, что к человеку обязательно должно вернуться все то зло и несправедливость, которую он совершил в жизни. Может быть, не сразу. Я в это абсолютно верю. И в связи с этим я хотела рассказать вам историю, которая когда-то меня совершенно потрясла. Про Федора Толстого американца. Это был такой довольно знаменитый, современник Пушкина, впрочем, он был довольно серьезно постарше. А знаменитый он был своим совершенно неуемным нравом, безудержной страстью к карточной игре и дуэлями, кровавыми дуэлями. 11 человек он отправил на тот свет, причем убивал как-то без рефлексии между делом. Однажды был всего лишь секундантом у одного своего приятеля, но поняв, что приятель не слишком хорошо владелет оружием, и дуэль может закончиться для него печально, да и самому с утра было вставать не очень с руки. Он ночью поехал к его сопернику, нарочно с ним рассорился, потребовал немедленного удовлетворения, застрелил и завалился спать. Такой вот был человек. Свое прозвище «американец» он получил, потому что ухитрился совершить кругосветное путешествие. Соврал самому капитану Крузенштерну, выдав себя за одного из служащих судна и таким образом попал в это путешествие. Страстью к дальним странам вовсе не пылал, а просто пытался сбежать из Петербурга, где его ожидало, видимо, очень серьезное наказание за очередную кровавую дуэль. Во время плавания свой буйный нрав проявил немедленно, пил, всячески хамил, дерзил, ничего не делал и довел всю команду буквально до ненависти к себе и был сажен судно где-то у берегов Камчатки. Впрочем, перед этим на Маркизовых островах в местном племени успел засандалить себе по всему телу татухи. Не дать не взять рэпер 19 века. Очень ими гордился, имел бешеный успех в светских салонах, демонстрировал верхнюю половину тела и дамам, а удалявшись в курительные комнаты, показывал их нижнюю часть уже мужчинам. Мне кажется почему-то, что вот именно эти татуировки сделали, вероятно, его какой-то такой эксклюзивной персоной, что ли, потому что буквально любая наглость каким-то волшебным образом ему сходила с рук. Например, он был известен тем, что в карты передергивал, то есть, попросту говоря, жульничал. Не только не скрывал этот факт, но и драгировал им. Однако все продолжали подавать ему руку, садиться с ним за один стол и даже проигрывать целое состояние. Лишь однажды, как показалось Федору Ивановичу, судьба отвернулась от него, потому что он проиграл в одну ночь в английском клубе 60 тысяч рублей. Сумма абсолютно немыслимая по тем временам. Для сравнения, в Москве на год можно было снять двухэтажный особняк за две тысячи рублей. Федор Толстой приготовил пистолет на сей раз уже для самого себя, потому что такой позор, конечно, он снести не мог. Однако наутро безмерно любившая его цыганка Авдотья привезла всю необходимую сумму в английский клуб. Этот бескорыстный поступок потряс даже циничного Федора Толстого, и он незамедлительно женился на Авдотье. И, надо сказать, стал очень сентиментальным мужем и отцом. Впрочем, отцовством своим насладиться в полной мере никак не мог, потому что все его дети умирали в младенчестве или в грудном возрасте. Федор Толстой очень изменился, воцерковился. Будучи очень невоздержанным в винопитии, чьего угодья держал крайне строгие посты, но продолжал хранить своих сыновей и дочерей. И тогда этот изукрашенный татуировками циничник-артежник и дуэлянт открыл однажды блокнот и вписал в него имена всех 11 убитых им когда-то на дуэлях людей, а напротив стал вписывать имена своих умерших детей и рядом ставить пометку. Квиты. Когда этот страшный счет достиг цифры 11-10, в живых оставались только две дочери, совсем маленькая Прасковья и Сара, которая каким-то чудом дожила до юности. Говорят, она была очень болезненной девушкой, не совсем психически нормальной, но Федор Толстой ее обожал, возил на воды по лучшим докторам. Однако ничья с Господом Богом все равно состоялась. Когда Саре исполнилось 17 лет, с ней приключился эпилептический удар, она призвала папеньку, прошептала ему, «Я чувствую, что через три дня умру» и не ошиблась. После похорон Федор Иванович не спускал с рук свою самую младшую Прасковью и все время приговаривал, «Ну, хоть этот мой курчавый загоненочек останется жив». Он умер спустя годы абсолютным христианином. Несколько часов исполедовался призванному священнику, принял причастие и похоронен на Ваганьковском кладбище. Его могилу до сих пор можно отыскать, она сохранилась. А его самая младшая дочь, Прасковья Федоровна Толстая, 12-й, последний ребенок, действительно прожила очень счастливую и долгую жизнь. Вот такая вот история. А вы верите в закон Бонгранга? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова